Слушай, я специально за тобой, а ты в разные стороны так раздвигаешься, что не надо. Еще раз. Подожди, значит, какая неприветливая. Стой, я еще не начал. Тихо, тихо, тихо. Что ты кричишь сразу? Нет, смотри, я не подхожу к тебе сзади. То есть ты мне понравилась спереди. Тихо, тихо, тихо. А, я думал, ты просто дикая такая, да? Ну, смотри, ты можешь зафиксироваться на пару секунд? То есть ты же воспитанная девушка, я надеюсь. Как с тобой общается? А как я общаюсь? Я прошу тебя, ну, подожди, ну, во-первых, ты не старая бабушка, да? Ну, во-первых, у меня, наверное, не знаете еще. Ну, мы живем в современном обществе, то есть это тебя сильно смущает? Слушай, общаюсь. Ты можешь чуть-чуть отвлечься от своего волшебного телефона? Да нет, ты клевая, кстати. У тебя такой очень добрый, такой-то такой нос, как у моей племянницы. Слушай, ну, очень такой формы носа прикольный, мне нравится. Такой заостренный. Да? Да, у меня племянница есть, и там 12 лет, она такая же, как ежик. Не, смотри, на самом деле, как бы увидел, да, то есть понравилось, думаю, почему мне подойти и не пообщаться с тобой. У тебя бывает такое? Бывает. А вот почему там на вы, не на вы, какая разница, значит, на что? А как обычно общаются мужчины? Они сразу падают в колени, говорят, а, извините, простите, вы такая, можно я, да? Ну, зачем тебе такие мужики? Как тебя, я сейчас тебя отпущу через пару минут, то есть наше общение, она как бы, у нас ни к чему не обязывает. Рита. Риточка. Ритя? Ты так это сказал. Риточка, меня, кстати, Маргарита, как тебя удобно называть? Рита. Рит. Да. Очень серьезная, руководящая работник, мужика нормального на тебя нет. Меня Вова зовут. Супер. А ты вот так вот прям вот себя держишь, да, то есть ты такая прям, прям, такая, прям серьезная натура. Я всегда серьезная. Ты по жизни или только по работе такая? Сколько тебе лет? 22. Тебе 22, да ладно. Не похоже? Нет, смотри, ты выглядишь, короче, гораздо старше, но не потому что это плохо. Нет, смотри, я реально думал, что лет 27, но не, не... Я сколько? Подожди, сейчас мы про тебя закончим. Потому что, знаешь, вот, ну, у тебя, видимо, такое какое-то, это, такое, властное, мужицкое какое-то, такой, ну, это, мета-сообщение, посыл, я не знаю, как это назвать. То есть, и я реально думал старше. Может, у тебя лицо умное, я не знаю. Да. Мне 30. 30, да? Да, хотя, ну, блин, ну, ты не выйдешь на 22. У тебя еще стайл такой, как бы, такой довольно взрослая женщина? Нет, 22. В своем возрасте девки там ходят, не знаю, в воздушных розовых батюшках. Мей-мей-мей-мей, был наследный. То есть, ты очень, соответственно, когда ты будешь 30, ты уже должна, там, не знаю, составиться и родить внуков там. Нет, в 30 я буду быть моложе. Ты интересный человек вообще, Рита? Кстати, меня страшно. Убери, пожалуйста, телефон, я могу тебя попросить, ну, отвлечься, пока мы общаемся. Это не принципиально. Какое странное пообщение? Ну, такое прям, не знаю. Ну, я считаю, что мужчина должен, как бы, прямо говорить то, что он думает, что, что странно. Ты понравилась, ну, визуально назовем это так. Вот, то есть, сейчас пытаюсь понять за это короткое время, да, то есть, хороший ты человек или нет. Наверное, не шарстывает. Чтобы, соответственно, сделать какие-то выводы по поводу дальнейшего общения. То есть, ну, есть ли в нем смысл или нет. А ты чем занимаешься? То есть, мне интересно, что за работа у тебя? Визон-центр в Германии. То есть, ты смотришь на людей так вот строго, да, и говоришь, хер тебе, ты не поедешь туда. Нет, ну, не я, не я, не ты решаешь, да? А ты там в качестве кого-то, какой функционер? Ну, работа, неважно. Не, ну, мало ли, я, мне, как бы, не особо интересна подробность, просто, ну, я хочу понять, почему такая вся какая-то серьезная, закрытая. Сейчас села, вот, ну, если бы я был бы теткой, я бы сказала, ты закрылась там от меня, то есть. Но я в этот бред не верю, поэтому, тебе, наверное, просто так удобно. Я всегда нахожусь, и сижу туда. Слушай, а как ты время свободное проводишь? Не, я не смысл что-то предлагать, пока я еще ничего не предлагал. Хожу туда не буду. Мне кажется, ты вообще, не знаю, сидишь такая в клубе для каких-то таких старых писюльков, там, деловых таких, и вот так вот читаешь газету. Да, уже было, редко хожу. Не, я говорю, клуб для, то есть клуб не такой ночной клуб, а клуб, это, ну, каких-нибудь там аристократов, там, которые сидят, читают газеты и обсуждают там, пусть дома. Нет. А чем ты еще в свободное время занимаешься? В основном, после работы нужно моложе спать. Слушай, а как же, как личная жизнь? Ну, как? В смысле, как? Ну, она же должна быть. Должна, вот видишь, сейчас после работы вышла в магазин. Ну, уже что это? Ну, а как же там, не знаю, классные, рыжие парни там. Как, рыжие? А че, нет, что ли? Нет. А какого я, с утра был рыжий, сейчас, может, я давно в тебя не вспомнил? Светлый. Ну, ты тоже светлая, мне нравятся твои волосы. Они создают впечатление, что они все-таки такие вымытые. Потому что удивляюсь, иногда девушкам, у них, знаешь, там, как бы коррекцию надо делать. Коррекцию? Ноктей. Я тебе говорю сейчас о других девушках, то есть сразу. Вот, там, у них волоски тут такие, и как бы ты к ним подходишь, да, начнешь общаться, и там столько вот какого-то пафоса, знаешь, там, кто вы, что-то вот. И что, мы хотим? Как так? У меня просто не было какие-то волосы. Ну, это грязные такие, стрёмные, я не знаю. У тебя очень классные волосы. Нет, у меня чистые волосы. И хорошо, что они, как бы, свои, то есть у тебя видят. Я красил. А мне знаешь, как нравится? Мне нравится, когда вот прям вот очень длинные такие волосы у девушки. Нет, длинных у меня не будет, потому что я состригаю, мне сожгли. Ну, и всё, прощай. Нет, чёрная была просто 8 лет, мне делали смывку, и волосы сожгли. Поэтому уже больше не нравится. А почему тебе вот очень идёт, ну, как бы, твой натуральный цвет? Ты как Людмила Гурченко в фильме. Это мой натуральный цвет. Сейчас натуральный. Или ты не смотрела этот фильм «В силу возраста», «Любовь и голуби»? А, «Любовь и голуби» смотрела. Там Людмила Гурченко такая. Я не помню, давай она там, если честно. Когда её назвали сушкой «Крашеной», она говорит, а это мой натуральный цвет. У тебя прикольный рот, кстати, вообще, мне нравится. Ну, губы там, не знаю, зубы, улыбка. Она же будет сейчас, я её вижу. Ко всему так приглядываешься, не бывает? Ну, к нескольким частям, которые мне нравятся. Чё ты вот, чё ты такая сидишь какая-то вся? То есть, я вижу, что ты общаешься, но ты такая очень, как-то вот, как будто я её не знаю. Как будто я старая цыганка, которая тебя сейчас разводит на бабки, а ты такая, типа, да, сука, попробуй, разведи меня. А дай ручку, пожалуйста. Зачем? Почему всё время вопросы «Зачем?» Во-первых, как минимум, здесь никто не даст, не мне тебя изнасиловать, не тебе, меня, да? То есть, никто, ну, как бы, я ничего с тобой плохого не сделал. Я просто прошу, иногда нужно делать просто, вот, знаешь, не понравится, заберёшь. Это то, что к незнакомым видам так отношусь и спешит. Меня волос зовут, мы с тобой уже минут пять как познакомились. Дай пальчик хотя бы. Просто очень странно. Ну, иногда нужно делать то, что ты никогда не делала. Я не могу, правда. Ну, попробуй. Не на секунду, сейчас, давай на секунду, ты сейчас заберёшь. Что-то трудом, я не могу так долго. А как ты можешь? Ну, или ты нормально знакомишься, или ты в эту фирму я снимаешься. А как нормально? Где написано «Научи меня». Дай руку, дай это. И сразу занервничаю, в телефон поеду. Да, потому что я всегда нервничаю, когда ты как-нибудь музыка. Ну, я как бы, на самом деле, ну, как бы, ну, мне кажется, выражу, ну, как бы, не опасно. Потому что я не знаю, ну, на самом деле, я маньяк. В хорошем смысле слова, да. Слушай, ну, скорее, наверное, всё-таки надо с тобой увидеться. А ты чем занимаешься? Я... Ты не спросил, чего я занимаешься? Ну, а ты меня не спрашивал, поэтому я тебе и не говорил. Я помогаю людям. Ну, на самом деле? Ну, я психолог. Назовём это так, да. Психотерапевт? Ну, можно сказать, отчасти. Это твоё слово родительство? Ну, у меня ещё есть родительство. Ну, мне, как бы, денег хватает. Ну, как хватает, их всегда не хватает, я над этим работаю. Если ты меня рассматриваешь как, там, будущего мужа, то, как бы, когда ты станешь моей женщиной, то, я думаю, это меня замотивирует, да, и я буду ещё больше работать, потому что именно такой девушки мне сейчас и не хватает. Ну, потому что любой мужик, он, как бы, когда у него, вот, прямо, Рядом есть любимая женщина, клёвая, классная, ну, совсем, смотри. Это вот он, да, с нами? Вот он, вот он, вот он, вот он, не знаю, может быть, это он. Смотри, мы о чём говорили, то есть, я не люблю, когда, вот, ну, как бы, кто-то смотрит, да, то есть, и поэтому мне, ну, неудобно становится. Ну, даже, что я с тобой общаюсь здесь, а друг там, ну, мне, реально, неприятно становится. Риточка, что делать с тобой? Я не знаю, вообще, я тебе, я тебе расскажу, чем я занимаюсь, то есть, и, как бы, и много чего ещё. Пикап-мастерство, наверное? Нет, наверное, нет. Пикап-мастерство, я слишком старый для этого. Это с алкоголем связанное что-то, или что? С мастерством. Пикап-мастерство. Подходишь ко всем, если ты пытаешься снять. Снять? К этому относиться. Нет. Не знаю. Я подплажаю. Не, все не так. Ну, как бы, я знаю, что это, но я считаю, что если, как бы, сейчас волосы беру. Если мужчине понравилась девушка, то ему, как бы, не надо никакого пикапа, чтобы к ней подходить. Или что так, или что-то не так? Короче, дело не так. Не, меня твой друг просто напрягает, а не напрягает, а не стоит. Так, не напрягает. С собой-то камера, я не знаю, чем он там стоит. Я не знаю, что у него. Ну, конечно, ладно, хватит прикалываться. Я не прикалываюсь. Что ты на меня вот так вот сразу наезжаешь? То, что я говорю, очевидный факт. Нет, смотри, ещё раз. Я не знаю, с чем он там стоит, это к нашему общению с тобой сейчас не относится. Вот. Я думаю так, чтобы ты сейчас совсем не закипела, а то ты безбесишься, не знаю. Дальше меня убежи. Сделаем так, то есть я сейчас номер твой запишу, и когда тебе будет удобно, я тебя наберу. Я тебе номер запишу? Нет, звонить буду один раз. Звонить буду я, потому что это должен делать мужчины всё-таки. То есть не возьмёшь трубку, ну, соответственно, значит, я навязываться не буду. Нет, нет, я не знаю. И номер нужен только для связи. Нет, подожди, давай так, то есть если ты не хочешь общаться, как бы, ты сразу понимаешь, что... Ну, нахер, короче. Мне нужны там какие-то другие ружики. То есть ты говоришь, чувак, я думаю, нам с тобой нет смысла общаться дальше. Я прыгаю с этого этажа, убиваюсь с горя об стену, и всё, и мы друг друга забыли. Нет, я к тому, что я от горя не убьюсь об стену. Потому что я научился, как бы, ну, вот так вот воспринимать, что, значит, не моя женщина. Я предлагаю, ну, не моё, не моё. Я ещё не знаю, как мы с тобой оживёмся, ты какая-то прям такая вся. У тебя есть чувства вообще интересные, ощущения, эмоции? Странный вопрос для первой встречи. Ну, ты в семье тоже, там, не знаю, с любимым мужиком такая же. Нормальная. Ты умеешь быть, вот, не знаю, нежной, хрупкой и беззащитной? Я тебя сейчас отпущу. Какие странные? Я знаю тебе то, что меня интересует, потому что... Ты меня первый раз, ты должна твою биографию сказать? Нет, потому что у меня женщина такая сильная женщина, значит, да? То есть я очень сильных женщин не люблю. Я всё с этим и спрашиваю. В смысле обычная? Я не знаю, я не могу себе при себя сказать, смотрится со стороны. Как я могу себе найти характеристию какая? Ты прям вообще жёсткая какая-то такая гром женщина. Притормози ещё на секунду. Хорошо, давай вот здесь вот встанем, то есть, и будем здесь стоять. Давай. Я ему сказал, чтобы он меня это подождал. Теперь это нормально? Главное, запиши телефон, я пошла. У меня дело надо. Слушай, запиши телефон, я пошла. Ты трубку-то возьмёшь, или может, не смысла, нет, записывать? Посмотрим. Посмотрим. Ты что, вопрос ты сразу сдаёшь? Я не сдаю странных вопросов. Диман, подожди меня, сейчас я приду. Вот. Когда тебе... Ты национально с ним снимаешь? Нет, когда тебе позвонить... Нет. И что, если вот тот чувак там, не знаю, с пакетом ходит, ты что, домохозяйка или что? Давай, я записываю телефон. Ты мне скажешь, когда звонить. Смысл есть, да, звонить себе? Я тебя наберу сейчас, чтобы ты понимал, что это я. Смотри, есть смысл, нет. Нет, мне понравилось только. Ты очень колючая такая. Но я надеюсь, только из-за того, что тебя друг мой напрятный. Да, или я не знаю, в этом документале что-то звонить есть. Мы снимаем фильм на немецком. Мы снимаем фильм на немецком. Я, 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 у тебя до звон пошел. Я просто хочу, чтобы ты, чтобы ты это, знал, что это я. То есть, если, ну, не захочешь брать, то просто не возьмешь. Я тебя назову Рита. Рита Директор. Потому что ты такая вообще прям, как будто я не знаю. Такая же. Просто, честно, такое впечатление. Мне надеюсь, что ты на самом деле такая хрупкая, няшная девочка. То есть, а впечатление такое, как будто тебе, не про мне, что сейчас, лет 33. Как будто у тебя нет мужиков, как будто девушка, которая только строит карьеру. Такая, знаешь, выливая женщина там всех к облуху и так далее. У тебя проблем с личной жизнью. Просто такое впечатление. Я надеюсь, что ты не такая. Нет, у меня все нормально. Приятно будет нахорониться. Ритечка, я надеюсь, что действительно приятно. Да, конечно. Да, конечно, я надеюсь. Но в знакомство все приятно. Нет, ну, в знакомство надо продолжить. Я тебе позвоню как-нибудь в начале следующей недели, и мы с тобой чаю выпьем. Не обязательно. Да не обязательно, а так и сделаем. Что за сарказм? Все, окей, хорошо. Все, давай, прощаемся с тобой. Нет, у нас нет никаких проблем. Все, ладно, ты будь по такому высокому, прости. Просто уже. На каблуках или вообще? А так, подожди, а так сколько ты? 176. Блин, ну, слушай, это тоже круто. Как мой папа. Выше тебя или нет? Не, я выше, я 183. Это у тебя просто каблуки такие. Да? Давай где-нибудь в понедельник, наберу днем, удобно будет. Ну, все, звони, когда я пошла. Давай, погадаю. Пока, хорошей вечеринке. Вот это улыбаешь, ты совершенно другой человек, на самом деле. Да, у вас ваше. Пока. Пока.